Анастасия Левкович В принципе, тогда мы узнали, что ваш театр вскоре переедет в новое помещение. Расскажите о причинах и когда вообще узнали о том, что будет переезд. Нет, то, что будет переезд, мы давно уже узнали. Это в мае месяце было известно. Там был период, когда мы пытались что-то найти, было все тяжело. Но в итоге нам помог облсовет, в частности, председатель облсовета Урбанский, депутат Алексей Гончаренко, Ольга Юрко. Вот эти люди нам помогли и нам на три года дали в льготную аренду большой зал во дворце студентов. Там, где вы были и брали у Тани Параскева интервью. И мы готовим этот зал и надеемся уже в этом месяце запустить. Я знаю, что это не просто депутаты, это ваши поклонники вам помогали. Татьяна мне рассказывала, что вы, когда выступаете перед зрителями, вы же не знаете, кто перед вами сидит в зале. В итоге оказывается, что это люди, которые неравнодушные, которые в итоге могут помочь вам. Да, именно те, кто помог нам прямо сейчас, это не наши поклонники. А как же так получилось тогда? Просто неравнодушные. Неравнодушные, да. А как вы вообще до этого искали помещение новое? Я знаю, что очень много требований для театрального. Да, очень трудно же. Но дело в том, что помещение нужно, чтобы оно было в центре города, потому что театру очень трудно выживать где-то за границей центра. Во-вторых, площадь же, это должно быть какое-то пространство, неразделенное простенками, колоннами, довольно большое. И обращались в город, там ничего нам не помогли, искали так, тоже ничего не нашли. Но в итоге, слава богу, нам помог был совет. У вас теперь одно помещение, насколько я понимаю, один большой зал? Сейчас нет, сейчас дело в том, что так получается, что у нас, мы уже начали готовить этот большой новый зал, а там нас пока не выгоняют еще. И у нас маленький зал продолжает пока еще работать. Я знаю, что вот ваш второй зал, который вы год назад только поставили, он уже разобрал. Да, мы его до 1 сентября сдали уже. Расскажите, а как вы обживали вообще помещение театра начальное, потому что я знаю, что вы длительно, уже 7 лет там... Больше 7 лет. Да, вот как вы обустраивались, потому что атмосфера в вашем театре была очень домашняя, очень уютная. Да, она все 7,5 лет была там такая домашняя, уютная атмосфера, которая не всем нравилась, потому что есть такие зрители, которые любят академическую атмосферу, и они не понимают, что в театре может быть так. Она строилась сама собой, эта атмосфера, все по чуть-чуть обустраивалась, все естественным путем. Я знаю, что очень много вы сами своими руками делали, в том числе, Татьяна мне рассказала, что кресла, сами как-то заказывали со Львова, оббивали. Ну да, нам приехали эти, ой, наши коты там на экране. Наши, это, привезли старое сидение, и наш коллектив весь оббивал его кожзамом. Очень хорошие сидения получились. Вот вы сказали по поводу котов, я знаю, что у вас целая, ну не традиция, но, в общем-то, это часть вашей экосистемы, были коты. И есть интересная история о том, как коты у вас завелись. Расскажите о первом коте-дымке, который у вас был. Да ничего, пришел кот, стал жить в театре, и все это. Мы еще не запускались, ремонт делали, он пришел, стал жить. Но он очень быстро, он там несколько месяцев пожил и исчез где-то. А потом? А потом пришел маленький кот, буквально только тот исчез, через пару дней пришел маленький такой подросток, котенок такой, и сказал, я здесь буду жить. И он долго жил, это был кот-глобус знаменитый там. Он встречал зрителей перед спектаклем, он провожал зрителей после спектакля. То есть, он такой очень интересный кот был. Иногда пытался затаиться у зрителя на руках, чтобы посидеть на спектакле. А сейчас у вас на территории было около 20 котов. У нас нет котов в театре, но вот на территории чайной фабрики там масса котов, мы их подкармливаем. Вот не знаю, что с ними будет сейчас после сноса фабрики. Просто я видела, встречала сообщения в интернете, что ребята с вашей труппы, они размещали объявление, что вот неравнодушные одесситы, приходите, забирайте, потому что холодно очень скоро, а мы переезжаем, и чтобы забирали. Да, там вся проблема в том просто, что они такие диковатые коты, ну не берут. Там часть сами студийцы взяли котов, а вот те, которые есть, что-то не берут их. Вот вы говорите о том, что у вас атмосфера была не академическая, да? Когда создавали театр, расскажите, на что вы ориентировались и на какого зрителя вы хотели целенаправиться? На какого? На того, которому будет интересно то, что мы делаем. А в спектакле, который вы показывали, вот охарактеризуете, если не академический театр, то какой? Экспериментальный? Ну и экспериментальный в том числе. У нас за это время, за 7,5 лет были совершенно разные работы, совершенно в разных направлениях. Мы пробовали совершенно разные жанры, стили, вообще виды театра. Так что тут трудно сказать. И что больше всего нашло отклик у зрителя? Ой, в итоге больше всего отклик находит такой классический психологический театр, то есть театр переживания. А что дольше всего шло? Дольше всего идет спектакль, который первым, который открыли, ну открылся наш театр, это называется спектакль «За стеклом». О чем это? Об актерах на шабашке. То есть это, по сути, саморефлексирование, да? Да, да. Когда мы открывались, мы же такие были дерзкие, молодые. Это как бы был наш взгляд на театр. Спектакль такой, наш взгляд на театр. Вот сейчас вы переезжаете в здание новое. Скажите, я так понимаю, что до сих пор вы не въехали в него полностью? Полностью нет. Там много еще работ, которые нужно сделать, и только мы их доделаем, мы сразу запустимся. А вот уже есть какие-то планы по поводу премьер, того, как это все будет? Вот это сейчас, мы надеемся, что нам все-таки получится это сделать 19 ноября. Сейчас, в ближайшие дни, мы пытаемся решить, каким мы спектаклем будем открываться. Сейчас мы уже достроили сцену так, как она должна быть, и мы сейчас проведем на ней прогоны спектаклей. Посмотрим, какой из спектаклей лучше туда ложится, из наших популярных спектаклей, и мы откроемся. А то, что готовить, это что-то классическое или экспериментальное? Не знаю, разное. Мы просмотрим, что ляжет лучше. Я видела, когда я присутствовала в вашем новом помещении, то на тот момент ваши актеры уже сами все скручивали, все эти прожекторы. Я так понимаю, что вы собственными силами собираетесь? Да, частично. Но тут уже в таком зале все собственными силами ты не сделаешь. Во-первых, помещение без отопления, сейчас ставят кондиционеры. Там огромное количество окон, они будут завешиваться тяжелым бархатом, шторами, чтобы свет не проникал, ну и теплоизоляция лишняя. И так огромное количество окон. Вот эти сцены увеличивались, специальные конструкции варились. Сидения довольно старые, поэтому на них шьются чехлы специальные, там все будет. Вот. Слава богу, нам, кроме того, что нам помогли вообще с помещением облсовета, еще появился человек, который нам помог, потому что сами бы мы не справились с таким количеством всего. Там нужно все это, материя, металла, там столько нужно. А если говорить вот о финансовом вопросе, то театр вообще является рентабельным сегодня или нет? Да, мы умудрялись быть рентабельными. Посмотрим, что не так, как на нас ходят. У нас есть своя прослойка зрителей, которая регулярно к нам ходит. Но у вас достаточно небольшие помещения были там? Да, нет, но мы последний год работали в двух помещениях. У нас был наш маленький, то есть там человек 70, зал, и большой, почти 200 человек. И у нас практически всегда были аншлаги. То есть мы, можно считать, такой счастливой популярность театра. Нас знают не только в Одессе, к нам приезжают из других городов, из других стран. Скажите, а человек, который вам помогает, ваш новый спонсор, это ваш поклонник? Он не спонсор и не поклонник, но я обратился к нему за помощью, и он помог. То есть это меценат, можно сказать? Да, да, он меценат. Просто у меня нет разрешения называть его имя, он, видимо, не любит это очень. Но это даже похвально в своем случае. Да, конечно. Вот когда пошла информация о том, что вы все-таки, в конце концов, переезжаете из здания театра на чайной, из здания чайной фабрики, какой отклик это получило у одесситов? Потому что вот когда зеленый театр закрывался, то там создавалась петиция, и мы увидели, что очень много неравнодушных людей. Мы не дошли до уровня петиции, но когда мы обратились за помощью, мы написали объявление в Фейсбуке о том, чтобы кто что знает под помещением, откликнулось огромное количество людей. То есть общественный резонанс был довольно сильный. Мы не стали его серьезно развивать, потому что вот в какой-то момент там приехал мой мастер Иосиф Леонидович Рахильгаус. Он как раз тоже озвучил эту проблему после спектакля. И вот ко мне сразу же после спектакля Алексей Гончаренко подвел еще к Ольге Юрко. То есть как-то очень быстро откликнулся, его был совет, и нам помогли в итоге. У вас теперь будет по-прежнему аренда на три года? На три года, да. А как-то за годи уже думаете, что делать потом? Я хочу, чтобы при театре появился попечительский совет, умные, как бы серьезные люди, которые разбираются в бизнесе и в политике. И чтобы они, вот пока у нас есть эти три года, помогли театру как-то, вот как же, как быть дальше, как ему, потому что, ну вот так вот самостоятельно крутиться и арендовать помещение, это долго так, ну не сможешь. Тем более, что театр развивается, требует каких-то более серьезных вложений. Это попечительский совет, что, как его можно собрать? Ну как собрать? Надо, чтобы люди согласились быть в попечительском совете. У вас уже есть какие-то кандидатуры? Да, есть несколько человек, которые согласились уже быть в попечительском совете, вот, там еще надо поговорить с несколькими, ну не должен быть большой, это должны быть серьезные люди, которые пусть не часто, но иногда уделят свое время, свои силы, как бы свои мозги в сторону театра. Вот сейчас, в конце октября, будет открыт подземный театр, театральное пространство, как вы знаете, и когда я делала сюжет по этому поводу, и Юлия Йона рассказывала мне о том, что, зная вашу историю о том, что у вас была аренда непосредственно, они решили не рисковать, так и помещение выкупили. Вот, вы когда арендовали, начинали арендовать театр, и вы понимали сразу, что... Конечно, господи, мы там каждый год готовились к съезду, что съедим. А вот покидать помещение, в котором вы 7 лет были? Ну, конечно, грустно, но естественно. Потому что мне ваши актеры рассказывали, что, когда думают о вашем театре, то это прежде всего слова «дом», «уют». Да, 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 в нем домашняя атмосфера совершенно уютная, тем более, что больше все знают наш маленький зал. А какой метраж нового помещения у вас? Он, к моему, больше? Да, он большой, большой зал, он в общей сложности 320 квадратных метров, и там огромные потолки, там 10-метровая высота потолков. Во сколько раз больше зрителей сможет там поместиться? Я сейчас точно еще не могу это сказать. Мы вот сейчас сцену реконструировали, а сидение еще не расставили. Но я думаю, что эта цифра будет где-то там... Зал, сам зал приблизительно 270 зрителей будет. А на балконе, там еще балкон есть, ну, еще, наверное, 50-60 зрителей может быть на балконе. Вы скажите, театр начально, это прежде всего вот та самая атмосфера, о которой мы говорим. Поменяется ли в вашей труппе, в вашем репертуаре что-то после того, как вы перейдете в новое помещение? Естественно, что-то поменяется, потому что пространство, оно всегда что-то меняет. Ну, театр всегда входит в пространство, и в зависимости от пространства любой спектакль меняется. Поэтому что-то поменяется и в наших спектаклях, и в нашем коллективе. Но вы еще пока что не можете... А что касается названия, потому что театр... Нет, мы оставляем театр начайный. Ну, это уже будет театр начайный, немножко неначайный, наверное. Ну, мы будем находиться не в начальной фабрике, но мы театр начайный. Скажите, напомните, когда ожидать примерно новой премьеры у вас? Мы буквально вот в течение недели сообщим всю эту информацию. Я сейчас только приехал, я вот второй день решаю организационные вопросы, еще не могу сориентироваться. А в втором помещении еще выступаете? Да, у нас регулярно идут там спектакли, и до 18 ноября мы уже опубликовали расписание, потому что надеемся, что 19 мы сделаем все-таки открытие. Ну, мы сейчас увидим, что попадаем мы в сроки эти, не попадаем. Вот, спектакли идут каждый день, все мы функционируем, репетиции идут. Вот, четыре спектакля в работе сейчас новые, так что... Я уверена, что переезд в новое помещение только положительно скажется на вашем театре. А дай бог, дай бог, посмотрим, увидим, переедем, увидим. Зовите нас на премьеры, мы обязательно будем освещать ваши новые спектакли. Обязательно, обязательно. Спасибо вам большое, Александр, за то, что пришли к нам. Я напомню, что это была студия «Репортер». Меня зовут Анастасия Левкович. Не переключайте.